Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжим играть в замечательную игру под названием Dark Life Adventure. Собственно, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Если хотите попасть в следующую подборочку, не забывайте жмякать на лайк, ну и писать, конечно же, что-нибудь интересное в комменты. Обязательно вас в таком случае добавлю. Что делаем сегодня? Ребят, как обычно, прокачался 39-очка, как видите. До сороковушки сейчас качнем хп-шку, еще пару качнем. В принципе, я уже почти все качнул до сорокового. Там есть парочка, которой еще нет, но это еще в будущем сделаем. И пойдем с вами в новый город, я предполагаю, сейчас мы это с вами увидим. Что вообще там за город, что там надо сделать. И я думаю, что, учитывая, что мы теперь умеем летать, это не будет особенно сложно. Опа, проиграл немножко. Не будет особенно это сложно, поэтому надеюсь, что мы с вами быстро туда доберемся. Так, вилочки все втыкнули. Сороковый уровень почти уже есть. Я думаю, что вот этот арбуз добьем. Да. Теперь смотрите, что делаем. Ой, это выход из игры. Нет, не уверен. Так, давайте мы сейчас быстренько проиграем. И нажимаем next. И ооо, май гаад. Нам нужно теперь как-то еще бомбу, короче, разминировать. Что-то я не понял. Погодите, что за бомба? Погодите, я что-то вообще не понял. Что значит разминировать бомбу? Так, монеты, монеты. Ух, нифига себе. Блин, это уже не просто кидать вилки в еду. Это уже прям реально кидать. Жесть. Блин, это прик... Это, ну блин, я бы вообще полностью бы такую тренировку прошел. Именно где ничего не надо делать, кроме как разряжать бомбы. Мне кажется, это было бы интересно. Но такой, к сожалению, нет. Ну и ничего страшного. Так, раз уж мы пока что здесь, давайте сразу заодно зайдем в армор шоп. Точнее, в веапон шоп. Посмотрим, что у нас здесь по демиджу есть интересного. У нас... Ооо, эпические оружия. Сразу оба покупаем, ребят. Потому что, ну, видим водяной, да, и видим замораживающий урон. Нам и то, и другое пригодится. То есть, в зависимости от того, против кого мы будем сражаться, я думаю, я и то, и другое буду использовать. Поэтому возьмем. На всякий случай, мало ли что, пригодится. Так, здесь у нас мы с вами, давайте, тоже потрепаемся. Что здесь можно купить у нас с вами? Да-да-да, давай-давай-давай. Ооо. Ну, даже и не знаю, ребят. Jump Suit Defense плюс 15. Тут Defense плюс 20. О, Defense плюс 20. Слушайте, ну, я думаю, что есть смысл купить Рейсер Хелмет. Он нормально дает Defense. Есть смысл купить Сноумена. И есть смысл купить Jump Suit, если мы будем сражаться против кого-то огненного. Так, давайте сразу же на себя что-нибудь нацепим новенькое. Прикольно. Во-первых, я думаю, что сразу давайте возьмем себе эту сосулечку. Сюда мы сразу давайте с вами возьмем... Так, защита 15. Во, вот это возьмем. Вообще, найс. Супер, супер. Вот я думаю, что с таким составом мы уже можем сражаться против вообще кого угодно. Но даже это еще не все. Еще не все. Мы идем с вами сюда. Я не помню, здесь у меня есть что-то. Нет, атаку я не буду вам показывать силу, потому что там ничего нового не добавилось. Вы-то это видели, в принципе, в прошлом видосе, поэтому там как бы все как и было. Endurance, endurance. По-моему, там добавилось, если я не ошибаюсь. По-моему, там что-то добавилось. Сейчас я вам покажу. Кажется, я чуть-чуть прокачался, если я не ошибаюсь. Да, 38 уровень. Специально оставил два уровня. Буквально, ну там, один даже, можно сказать. Сейчас мы посмотрим, что на сороковушечке у нас открывается, когда мы качаемся через выносливость. На самом деле, я уже много раз говорил, что это моя самая нелюбимая тренировка. Я ее больше всего не люблю. Она, ну, довольно скучная. И, ну, вот это вот делать, это такое себе. К счастью, если делать это грамотно, то есть очень неплохой шанс быстро прокачиваться. То есть, видите, уже мы, по сути, полуровня взяли. Хотя, вроде бы, не так много времени прошло. Но само вот это вот все, меня это не особо прикалывает, я честно скажу. Такое, такое. Но сороковый уровень у нас с вами уже тем временем почти что взят. Все, сороковый есть, падаем. Падаем специально. И смотрим. Strong rope. Теперь твоя веревка не сломается, когда она касается камня? В смысле, она до этого касалась разве? Точнее, ломалась? Я что-то не припоминаю такого. Погодите, что-то это реально странно. Тебя убивало, если ты сам касался камня. А на веревку как-то пофиг было. Что-то здесь не то, мне кажется. Ладно, пофиг на эту выносливость. Главное, что мы с вами качнули сороковый уровень. В принципе, там до пятидесятого. Эти все доджи, они качаются только до пятидесятого уровня. И на пятидесятом ничего нового не открывается. То есть, по сути, мы с вами сейчас берем чуть ли не максималочку, по большому счету. Здесь у меня тоже тридцать девятый уровень. Тоже для вас подкачал, чтобы посмотреть, какая будет тренировка. Мне кажется, всем это наиболее интересный вопрос. Одна из моих любимых. В принципе, я тут уже навострился. Довольно быстро ее проходить. Так-так-так-так, тыкаем, тыкаем, тыкаем. Вот так вот нажимаем, щелкаем по клавиатуре. Главное не мискликать. Если ты не мискликаешь, вот как я сейчас сделал, то все довольно быстро проходится и очень быстро ты экспу получаешь. Вот опять мискликнул. Еще раз мискликнул. И это уже, в принципе, почти что гага было бы, если бы не лестницы. Лестницы спасают просто Unreal. Сороковой есть. Давайте ждем лаву и смотрим, что у нас открывается на сороковом. Ребят, ну, что я могу сказать? Это уже не игра. Это симулятор пианино нафиг. Что? Серьезно? Мне надо на четыре нажимать? О май гад. Не, ребят, это Unreal. Это Unreal. Это надо прям тренироваться, потому что у меня сейчас все четыре пальца задействованы. И единственное, что большой на пробеле лежит. Не знаю, это фигня какая-то. Это очень тяжело. Ну, типа, три было тяжело. Даже две было тяжело. Три это вообще уже. А четыре это просто blow mind. Я не знаю. Ну, ладно, чё. А у меня осталась последняя тренировка для вас показать. Это тренировка на тракторе. Кто помнит? Я ее тоже довольно неплохо вкачал. Прыжки особо не вкачал. Это прыжки даже хуже, чем выносливость. Поэтому я не особо увлекался прыжками. А вот сюда зайти, в принципе, почему бы и нет. Давайте посмотрим, что у нас с вами здесь. Трейн. Старт. 29 уровень. То есть, как видите, мы с вами тут немножечко отстаем. Потому что нам позже открыли эту тренировку. Давайте по-быстрому сейчас качнемся. К счастью, здесь реально качаться просто супер-изи, когда ты катаешься на заднем колесе. Посмотрите, сколько экспы вы получаете за это. Это просто жесть. Просто гигантское количество экспы. Просто колоссально увидеть, как быстро уровень берется. Просто жесть. Это реально просто жесть, как она есть. Плюс 5, плюс 6. И это уровень. Ломаемся. Отлично. И давайте посмотрим, что открывается на 30-точке. Трактор апгрейд. Да ладно, он теперь будет быстрее, типа. Но если огонь есть, то это значит точно быстрее. Блин. Так, здесь и карта изменилась, при этом надо заметить. Офигеть. Слушайте. Ну. Блин, тренировка вот эта стала одна из самых прикольных на этой скорости. Слушайте, это классно сделано. Это реально сделано офигенски. Да, тренировка стала намного интереснее, когда скорость большая. И здесь намного сложнее стало использовать колесо. Вот именно на заднем колесе ехать. Потому что оно постоянно от земли отрывается. А ты должен именно по земле ехать, чтобы тебе засчитало. Ну, то есть вот, видите. Да, это довольно хардово. Блин, жалко за сальто всякие. Да. Они дают экспу за сальто. Понятно. Окей. Мы с вами этим воспользуемся. Так. Ну что. Я думаю, что мы очень неплохо с вами прокачались. И пришла пора отправляться куда-то вот. Давайте вот здесь встретимся. Ребят, я до туда не долез. Я вспомнил, что здесь есть обрыв. Вот, чтобы вы понимали, по карте он находится вот здесь. То есть рядом, по большому счету, вот это место, вот этот обрыв. И здесь я еще не был. И тут он... Ох. Ну и скин. Блин, это какой-то легендарный. Прям скин топово выглядит. Давайте попробуем с ним сразиться. Я вижу, что он красный. Некоторые утки хороши в сражении. Другие хороши в бегах. Я хороший в... А, я самый лучший в обоих. Давай я тебе покажу. Ну, давай. Давай посражаемся, чувачок. Давай посражаемся. Надеюсь, что за тебя мне дадут какой-нибудь прикольный костюмчик. Или прикольную пушечку, может быть. Давай поглядим. Так. Ну что ж, я готов. Я готов. Блин, у него прям феникс. Какое-то обличие феникса. Прикол, прикол. Так. Я сразу вижу, что он очень хорошо стартует. Я думаю, что я сразу кофе выпью, потому что я не знаю. Ага. Ага. Слушайте, ну такое. Такое. У меня просто нет ни одного энергетика. Нет. Я еще и застрял. Офигенно. Просто офигенно. Бессмысленно абсолютно с ним сражаться. Ребят, мне нужно закупиться всякими ништяками для того, чтобы я мог с ним сразиться. То есть энергетические батончики, всякие яблочки, бургеры. О, кстати, у меня может быть прямо здесь где-то мы и закупимся. Короче, давайте я сейчас всем закуплюсь и вернусь к вам. Что, давайте попытка номер два, ребят. Я, в общем-то, подготовился. Закупился просто под завязку. У меня вся сумка забита. Я думаю, что в этот раз у нас все должно произойти более успешно. Погнали. Против феникса мы с вами сражаемся. Посмотрите, сколько у меня, в общем-то, здесь есть батончиков. Просто топчик. Думаю, что должно хватить. Давай, давай, давай. Рашим, рашим, рашим. Смотрите, у меня тут есть еще одна такая штука. Так, давай, давай, лети, лети, лети. Вот такая. Брынк. И все, полетел, чувак. Брынк. Подморозило, чувака. Нормалды. Побежали, побежали, побежали. Его и обракинуло, его и подморозило. Короче, мы ему нормально вот такую жизнь устроили, на самом деле. Так, давай, 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 давай. Давай, ускоряйся, ускоряйся. Ой, блин. Ой, блин. Э! Я застрял. Я застрял. Давай, докатывайся. Фу, блин, я бы сейчас... Мне было бы очень печально проиграть, учитывая, что я просто тупо застрял, не смог долететь нормально. Ладно, по крайней мере, справились. Так, у него слабость к воде, резист к огню, боевая стиль атаки. Слабость к воде. Слушайте, а так дофига я этот шланг-то купил, если не для этого. Офигенски. Так, здесь. 20 дефенс. Тут 24 дефенса, это будет получше. Но, с другой стороны, мне надо будет потом поменять. Я пока оставлю это, но потом надо будет поменять, чтобы он мастер прокачивался. Здесь не буду менять, потому что, ну, как бы, сами понимаете, здесь сейчас не до этого. Ну, и Сноумен отлично будет тоже помогать мне. Я думаю, что все ок, погнали. Ну что, мистер Файникс, мистер Файникс, давайте, давайте попробуем с вами сразиться. Офигенски, 300 хэп, сука. Он же, ты чё, чувак. Не многовато ли, я бы так сказал, 55 хэп... Слушайте, чё-то он реально шпарит. Это же... Нет, это, это не варик, ребят. Это какой-то имба-челик. Ну, я просто не... Ну, 300 хэп. Что? Что? Ладно, ещё гонку, ну, можно ещё выиграть, но баттл с ним, это просто Unreal. Ну, давайте оставим его на потом. Видимо, мне нужно прокачаться значительно сильнее, прежде чем я смогу с ним сразиться. Я бы мог отхилиться, конечно, да, но, типа, там такой дэмэдж слабый, что, ну, как бы, у меня слабый, а у него безумно сильный. Ну, это просто бессмысленно было тратить на него свои силы, потому что... Не знаю, блин, отстой. Ай, он очень силён, если честно, он очень... А, кстати, давайте в пещеру сходим. Думаю, что сейчас мы уже в эту пещеру можем зайти. Давай посражаемся с тобой. Да-да-да, да-да-да, давай-давай, баттлимся с тобой с удовольствием. Так, теперь мне нужно надеть шлем, потому что я хочу его прокачивать потихонечку. Как вы помните, мастерд, вот эта штушка, это как раз прокачка наших вещей. И чтобы мы могли с вами их прокачивать, нам надо их с собой носить. Во-первых, это надеваем, во-вторых, вот это. Так, а вот это надеваем или нет? Да, наверное, нет. О, 100% мастерд, нифига, быстро прокачался. Ладно, окей. Ну, погнали, погнали. У нас с ним одинаковые шлемы, кстати. Ну что ж, посмотрим, кто сильнее. ХПшки у меня больше. Ой, всего лишь... Ой, не, 18, это довольно... Not bad. Ладно. Возможно, не так уж, но... Хотя нет, слушай, суперудар у него всё равно норм. Мои удары даже обычные, это его, по сути, суперудары по силе. Но, не знаю, посмотрим... Ой, это совсем слабенько был, челик, совсем слабенько. Так, спешл активейдет. Чё, он... О, нифига на него... А, мы ещё и под... Офигеть! Вот это, это суперкрутой. Он, то есть, станет на один ход этот суперудар. Это классно. Это реально... Это круть. Это офигенское. Ладно. Это мне понравилось. На самом деле, офигенский суперудар, который помогает застанить чувака на один ход. Это, но это, пожалуй, самый лучший удар из всех, которые у меня пока были. Так, давайте изучим по-быстрому пещеру, что у нас здесь есть. Тут у нас есть с вами деньжаточки, которые мы можем потом потратить на всякие ништячки. Здесь пусто, здесь пусто. Я думаю, что тотемка здесь где-то должен быть на... Ох, нифига себе. Красный. Ну, давай попробуем. Сила, это не... Заключается не в размере тела. Она заключается в размере сердца. Какой ты романтик! Романтик, посмотрим, как тебе моя сосулька по твоему водяному этому пригодится. Романтик, мистер романтик. Давайте посмотрим. Так, у него нет слабости, атака стиль боевой. Нормально, я думаю, что сойдет. Мосс Манго его зовут. Ну, давай, мистер Манго, посмотрим. Ой, много хп, кстати. Ну, сильно, сильно. Ладно, если что, подхилимся. У нас с вами есть хилочки, поэтому я себя тоже как бы норм чувствую. Посмотрим сейчас, как пойдет все. На 38. Ну, это где-то 6 ударов. Еще, учитывая, что у нас есть стан. Ну, 55. Ну, давайте вот так вот сделаем. Сейчас будет стан. То есть, у нас будет еще возможно... Ой, 75, да ладно. Красиво. Оп, на 42. Нам, по сути, два удара здесь делать. То есть, да, чувак, сейчас на нас, к сожалению... Это было сейчас очень близко, ребят, чтобы вы понимали. Это было, блин, очень близко. Все, по идее, мы его добиваем. Слушайте, ну не, я... Ох, я всего 145 хп. На самом деле, это прям, прям, прям на краешке бы... О, лассо получили, кстати говоря. Это отличная штучка для забегов. То есть, во время рейса ты можешь просто закинуть лассо. И чувак, который бежит первым, он просто тупо падает. Ну, я, в принципе... Блин, да что ж такое-то? Сколько их здесь? Это какой-то французский челик. Ну, давай. Никто не может... А, no one in here is evil. А, здесь нет ни одного испытания для меня. Но ты выглядишь неплохо. Сразись со мной. Никто... А, он снова это сказал. Просто тупо повторил. Ну, видимо, по-французски не умеет особо... По-английски... Точнее, по-русски получается. Или по-английски. Ну, вы поняли. Ладно, погнали. Блонди Саншайн. Его зовут. Блондинистый свет солнца. 277 хп. Нифигово такой. 66 демеджа. Тоже не слабо. Надо признать. Ну, сейчас посмотрим. У него все удары? Блин, ну, он мощно бьет. А че? Давайте подхилимся на всякий. Че у него по супер демеджу? Oh my god, это был. Слушайте, но стан может меня спасти. Я сейчас подхилиюсь, конечно, как смогу. Так. Оп, хорошо. Еще хилочку. Не, я думаю, что такой... Ой, я еще и увернулся. Найс. Я думаю, что такое количество хила он просто никак не сможет задоджить, ребят. Он очень много тратит, поэтому... Нормас. Нормас. Я думаю, что мы его сейчас уже добиваем. Либо на следующий ход. Да, на следующий ход добиваем. Не, ну противник серьезно на самом деле, как ни крути. То есть, вот, что бы я ни говорил, но я потратил все яблоки. И у меня осталось там совсем всего ничего бургеров. Из-за этого мы получили только лассо и золотую монетку. Ну, типа, not bad. Я очень надеюсь, что в конце пещеры будет что-то полезное. А то что-то мы прям на... Норм... Лава, говорит. Лава? Я пришел в эту пещеру, планируя, наконец-то, пройти через лаву. Но теперь я здесь напуган еще сильнее, чем был. Хочешь попытаться? Ты можешь обдолжить мою веревку. Так, лава, кейф. Так. И что мне надо сделать? Аааа, сейчас будет какая-то мини-игра, что ли? Стоп, 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 стоп. И что мне надо сделать? Ааа. Стоп. Это прикольно, что здесь есть такие мини... Блин, прикол. Я понял, я понял, что надо сделать. То есть, знаете, как это работает? Я вот один раз нажимаю, чтобы взять веревку. И второй раз нажимаю, чтобы упасть. То есть, вы поняли, да? И типа, ну, то есть, если я отпускаю слишком рано, я падаю рано. Если я отпускаю слишком поздно, я, соответственно, перелетаю. Перелет, получается. Ну, это интересненько, потому что, видите, платформы становятся все меньше и меньше и меньше. Все? О, ну это было не особо сложно. Это было нормально. Окей. Так, и что у нас там дальше с вами? Слушайте, ну, тут по-любому должна быть какой-то прям серьезный приз, потому что мы с вами... Лассо плюс золотая монета. Не могу поверить, что я это сделал. То есть, а... А, стоп, это оружие? Редкий артефакт райдеров потерянных уток. Стоп, 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 стоп. Это типа какая-то реликтовая вещь? Или что это? Да, это эпическая пушка. 10-15. Ну, дэмэдж на самом деле очень такой себе, но она именно боевая. То есть, ее можно использовать, если ты сражаешься против кого-то, который вообще абсолютно полностью целиком может задефаться от чего угодно, ребят. На самом деле, это очень неплохо, и это можно использовать, но... Я надеялся на что-то более прикольное, если честно. Так, мы вышли там, где и вошли. Давайте сейчас по-быстренькому немножко вперед пройдем хотя бы, узнаем, что там есть еще впереди. Просто, чтобы хотя бы понимать, что там нам делать с вами дальше. Потому что я еще впереди-то и не был даже. Мне самому интересно. Если вам игра нравится, ребят, не забывайте, конечно же, ставить лайк, подписываться на канал. Естественно, писать комментарий, чтобы я видел, что вы хотите, чтобы я ее продолжал. Потому что без вашей поддержки я даже и не знаю, буду ли я играть в нее дальше, как понимаете. О-о-о, опять он. Блин, прикол. Я с ним, ну, типа, я его не победил, но я хочу это сделать. Возможно, в следующей серии постараюсь. Посмотрим. Так. Дак Сити. Мы добрались с вами до города уток. Ну, ребят, город мы с вами изучим уже в следующей серии. Давайте так. На сегодня, пожалуй, что все. С вами был Чанаски. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВК. Ссылка в описании. С вами же был Чанаски. До скорой встречи. Пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.